Воскресный чтение Слепцов об исцелении немого бесноватого и короткая фраза еще в 35 стихе, о которой стоит думать отдельно. Начинается чтение с рассказа о слепых, и в общем невозможно, конечно, отделаться от ощущения, что это те самые слепцы, как иерихонские, об исцелении которых рассказывает также тот же Матфей, Марк и Лука в другом месте, ближе к концу. Что же такого поутительного, что же важного? Именно здесь рассказывает Матфей, что побудило его к тому, чтобы сообщить еще раз по-другому ту же самую историю. И вот здесь мы видим, что эти самые двое слепцов, сидящих у дороги, обращаются к Иисусу и исповедуют его сыном Давидовым. Говорят, помилуй нас, Иисус, сын Давидов. Тем самым эти люди, услышав об Иисусе, может быть, им пересказывали какие-то составляющие его проповеди, что-то они о нем знали, поверили, что именно этот человек пришел принести нам избавление. Именно он, сын Давидов, тот, кто вновь вернет нас в союз, в завет с Богом. Это первое, это самое главное. Они исповедуют его тем, кого Бог послал спасти нас. Вторая очень важная вещь, которую тоже здесь надо увидеть, называя его сыном Давидовым, они при этом вовсе не имеют в виду, что мы тут народ богоносец, нас надо каким-то образом всех спасти и порешать наши национальные какие-то проблемы. Нет, они ищут личной встречи. Когда Иисус приходит в какой-то дом и к нему подводит этих слепцов и спрашивает их, что вы хотите, они говорят, чтобы нам прозреть, значит, для них нужно именно в их жизнь, чтобы вошел Бог, именно в их жизнь, не что-нибудь другое. Собственно, Матфей-то ведь очень конспективно рассказывает об этом, некоторые вещи предполагаются, но по другим рассказам об этой истории мы можем их реконструировать. Матфей, собственно, говорит о том, что Иисус спрашивает их, вы доверяете тому, что я могу это сделать, да или нет? И надо дать ответ сейчас. Доверяете ли вы тому, что я могу это сделать? Что вы такое кричали на дороге? Это были просто красивые слова, суетные, или за ними действительно стояло некоторое обращение к Богу? Что ты, почему ты обращаешься? Почему ты просишь о милости? Почему ты говоришь, помилуй нас, Иисус Сын Давидов? Кому и что ты говоришь? Когда мы произносим, Господи, помилуй, тоже, в общем, хотя бы иногда об этом важно вспоминать. И когда они отвечают, да, мы доверяем тому, что ты действительно это можешь сделать и сделаешь, Иисус, исцеляя этих слепцов, говорит замечательно важную вещь. По вере вашей да будет вам, да будет вам по вере. У всех людей, которые с ним сталкиваются, вера разная. Не в том смысле даже, что где-то у кого-то сильнее или слабее, само собой разумеется, но еще и она оказывается перемешана с какими-то нашими человеческими представлениями, стереотипами. И вот то, что Бог все-таки видит веру и откликается именно на нее, и говорит по вере вашей да будет вам, не потому, что вы заслужили, не потому, как вы правильно все знаете, выучили, издали, а по вере, по вашему упованию, по тому, как вы надеетесь на Бога. Только говорит он им, смотрите, чтобы никто не узнал, потому что чудо такого рода не должно стать способом или причиной, из-за которой люди притягиваются к Иисусу. Впечатление, чтобы все-таки ему важнее было, чтобы мы слышали и слушали, что же он говорит, чем воодушевлялись какими-то необыкновенностями. И вот прямо в следующих строках мы видим, как другое исцеление совершается вполне явно, бесызгнан, народ изумляется, а фарисии говорят, что нет, он это делает не потому, что он сын Давидов, посланный Богом, спасти нас, а силой дьявольской. И, собственно говоря, причина-то в том, что фарисеи не готовы принять то, что Иисус говорит, и значит, не готовы принять его самого. Поэтому происходит вот в их головах такая, в общем, богохульная каша. И, наконец, 35 стих, последний. Здесь евангелист в очень короткой форме сообщает нам такую формулировку. Что же все-таки происходило в эти первые годы, может быть, два-два с половиной года, служения Господа Иисуса? Что же он делал? Проходил по городам, уча в синагогах, проповедуя Евангелие, исцеляя всякую болезнь и немощь. Значит, вот что евангелист считает важным, уча в синагогах, проповедуя Евангелие Царства. Это соотносится с тем, что мы только что говорили о чудесах как средстве пропаганды. Для учеников Иисуса, как и для Него самого, важно именно проповедовать Евангелие Царства, благую весть о Царстве, о том, что сердце Бога открыто к прощению, и Царство Бога таково, что в Него можно войти прямо сейчас. А все остальное – результат того, что это Евангелие Царства достигает твоих ушей и твоего сердца. Субтитры создавал DimaTorzok